сегодня обзор дизайна квартиры для семьи из четырех человек мама папа едва сынишки это видео будет интересно всем кто интересуется оформлением пространства своей квартиры кому интересен дизайн и кто хочет узнать как оформить свою квартиру недорого а именно такой был запрос у наших заказчиков обо всем об этом я буду рассказывать в этом ролике прямо сейчас погнали всем привет с вами иван безруков я дизайнер интерьера с 20-летним стажем занимаюсь планировками оформлением интерьеров учу своих студентов в своей школе дизайна а также веду блог в инстаграм и на ю тубе поэтому прямо сейчас вы можете подписаться на мой канал сделать это очень легко и просто нажать на кнопку подписаться в сегодняшнем выпуске я вам покажу квартиру как можно ее изменить чтобы качественно улучшить жизнь тех замечательных людей которые сейчас уже в ней проживают буду показывать с помощью сайта так как сейчас мы находимся на карантине сидим дома и нет никакой возможности выехать прямо на объект и поснимать что называется на месте поэтому буду показывать вам картинки рассказывать о своих решениях покажу планировку как мы ее изменили а также расскажу как с помощью дизайнерских фишек сделать интерьер богатым с точки зрения визуального ряда но совсем недорогим с точки зрения денег а вообще зачем бедным деньги только душу травить я лучше свечку на них поставлю и так если интересно поехали я захожу на наш сайт градис точка ру открываем проект магия рассвета magic сейчас я расскажу почему именно так мы назвали свой проект когда к нам пришли заказчики у них была следующая просьба мы хотим что-то такое эдакое не банально и но денег у нас совсем немного поэтому помогите нам пожалуйста придумайте что-нибудь чтобы это смотрелось дорого-богато но стоило совсем немного денег а еще у нас есть два сына которые все время друг с другом выясняют отношения но это нормально два пацана в семье то есть один старший другой младший что-нибудь да не поделят ну да ладно проблем это было в том что одна комната больше а другая меньше и вот у заказчиков была дилема что же такое сделать чтобы их сыновья не передрались ну типа у меня больше у тебя меньше еще за фигня и опять драка вот был вопрос что же сделать с планировкой чтобы все было по справедливости уверен что у вас дорогие зрители тоже возникают такие вопросы с детьми если они у вас конечно же есть так вот если эти споры возникают напишите в комментариях что именно что не поделили и как вы решаете эту проблему а я покажу и расскажу как мы решили эту проблему с помощью планировки и дизайна и так какие исходные данные перед нами трехкомнатная квартира прихожая зал конечно же и две спальни а их четыре как мы помним нужно две детские по запросу заказчиков и спальня родителей остается кухня с длинным г-образным балкона по мне так вообще очень странное решение от застройщика и от архитектора который проектировал этот дом сделал эту квартиру почему глухие стены а вокруг идет лоджия практически да не практически а вокруг всей комнаты почему не сделать окна справа очень странное решение я бы сделал честно говоря мы кстати предлагали заказчику пропилить там стену и сделать окно благо стена не несущая ну да ладно в чем проблема проблема номер один это то что мы из прихожей сразу же попадаем в зал и не создается ощущение такой закрытости где-то уединенности в общем не создает это уюта из прихожей сразу в зал иногда это решение приемлемо но в данном случае заказчики сказали что нам это не очень-то не нравится и хотели бы мы это каким-то образом поменять дальше не нравилось что оставалось всего лишь две спальни получается что одна их другая детям и они не понимали как ее разделить так чтобы заходить в эти две комнаты при этом чтобы дети не проникали в их спальню видите чтобы разделить то мы можем комнату пополам но чтобы попасть в каждую комнатку придется же заходить в спальню и вот они не знали как решить эту проблему юстин вы не было проблем а также проблема маленьких санузлов конечно же это беда всех застройщиков практически без исключения все делают отвратительно неудобно маленькие ванны и комнаты и санузлы вам на заметку дорогие застройщики и проектанты делайте ванны больше делайте их с окнами это очень классно и круто это совершенно другие ощущения это совершенно другое качество жизни остается кухня не очень большого размера ну и ладно и так первое что мы сделали сделали совершенно другую планировку сделали ее такой чтобы у каждого было свое личное пространство и каждому было удобно и комфортно находиться в этой квартире а также чтобы всем было удобно собираться вместе в общем пространстве вот что у нас получилось из гостиной мы сделали спальню родителей к сожалению не получилось в ней сделать ванную комнату но зато там получился шикарный гардероб мы сделали две детские комнаты одинакового размера а чтобы они получились одинакового размера в углу квартиры мы придумали сделать гардероб гардероб который позволил освободить две детские комнаты от шкафов шкафы то мы убрали из детских комнат а это значит мы не стали их загромождать огромной мебелью, занимать это пространство. Нет, мы их убрали. Кстати, я вам тоже советую это сделать. Когда гардеробная отдельно, это очень круто. Не надо громоздить этот шкафище в этой маленькой комнате, ну или большой комнате, все равно. В общем, лучше без шкафа, да поменьше из гардеробной, чем большая комната, но со шкафом. В общем, это мое мнение. Итак, гардеробная. Причем гардеробная не просто, а с двумя входами. И пользоваться ей могут два ребенка, заходя и попадая в нее с двух сторон. Второй плюс классный, который они получают, это элемент игры. Ну, потому что из одной комнаты можно проникнуть во вторую через гардероб. Кстати, в гардеробной мы сделали турник, и там можно попотягиваться, там еще кольца повесить. В общем, они могут бегать друг другу в гости, не выходя в коридор. Это же круто. Ну, вспомните, когда вы были маленькие, наверняка же хотелось построить какие-то там норы, замки, потайные комнаты. Все наверняка смотрели фильм «Нарнию» и все вспоминали с ностальгией свое детство, когда тоже хотелось зайти в шкаф и попасть в другую страну, в другой мир. Сказочный, классный, приятный. Так вот здесь мы это практически реализовали. Напишите в комментариях, о чем вы мечтали в детствах. Мечтали ли о Нарнии в шкафу? Здесь она есть. Вот она. Но правда же крутое решение. Понравилось, нет? Напишите. Кстати, можете сразу лайк поставить, если понравилось. Идем дальше. Спальня. В спальне есть своя гардеробная комната, через которую мы проходим и попадаем там, где стоит кровать. А вот прихожая оказалась маловато, и мы ее еще уменьшили. Подвинули вот эту стеночку чуть левее для того, чтобы получить гостевой санузел. Это было сделать необходимо, если мы хотели сюда поместить ванну, раковину и унитаз. А мы хотели, потому что эта комната должна становиться дополнительной комнатой для детей, ванная, где можно помыться, а у родителей своя отдельная. Это очень важно, когда семья большая, чтобы было два места, где можно помыться. Таким решением мы этого добились. А вещи мы располагаем в коридоре, в длинном шкафу. Для этого пришлось подвинуть стеночку из самого коридора вглубь спальни. Это дало нам возможность получить большущий шкаф, в котором мы храним всю верхнюю одежду. А также это позволило освободить прихожую от шкафов и сделать ее более просторной. Я сейчас покажу, как это выглядит. А вот в гостевой комнате мы убрали окно, чтобы балкон хоть как-то присоединить к общему пространству. Поставили кухонный гарнитур, обеденный стол. В данном варианте и дизайне нам пришлось его примкнуть к стене. Кстати, я потом покажу, как мы стену защитили от засаливания. Но ведь когда стол ставишь к стене, там стена-то засаливается. Другого варианта, к сожалению, в этом варианте, в этом пространстве не получалось, потому что очень маленькая комната. А нам надо было еще и диван поместить. И все здесь, все в этом маленьком пространстве. Но других вариантов, к сожалению, у нас не было. Итак, как же это выглядит? Начну прямо с прихожей. Вот она, прихожая. Это входная дверь. И мы видим, что здесь нет шкафов ни справа, ни слева. Зато здесь есть удобная тумба, комод, над которым висит зеркало. В этом комоде мы можем хранить ключи, щетки для обуви, сумки туда складывать, обувь складывать. Напротив у нас есть тоже обувница, на которой мы, кстати, можем еще и сидеть. Сверху крючки для гостей. Если гости пришли, чтобы им не идти в шкаф семейный, пожалуйста, можно повесить здесь одежду. Почему прихожая такого темного цвета? Не просто так. Наш проект называется «Магия рассвета». Что такое магия рассвета? Что такое рассвет вообще? Это когда солнышко поднимается из-за гор, лесов, холмов, может быть, домов и постепенно начинает проливать свет в мир, так сказать, и освещать его. Мы начинаем что-то видеть. Но до этого момента темно и мы еще плохо что-то видим. Так вот, это как раз тот момент, когда еще только-только солнышко собирается восходить. И поэтому в нашей прихожей мы делаем и применяем такой темный обволакивающий цвет. Зато когда из прихожей мы попадем в светлое помещение, оно визуально будет шире смотреться, чем есть на самом деле. Этот эффект называется «Эффект контраста» из темного в светлое. То есть здесь нам кажется чуть поменьше, зато общее пространство, которое светлое, кажется нам чуть побольше. Вот наша прихожая, из которой мы попали в коридор, в котором вот этот самый шкаф. Но в этом шкафу тоже не все так просто. Здесь есть длинная линия, которая может вместить в себя несколько книжек, а может быть какого-то декора, который фактически в квартире разместить больше негде. Поэтому эта линия в шкафу решает несколько задач. Во-первых, функциональное мы получаем место, где мы можем положить книги, журналы и какую-то мелочевку. Декор, возможно, какой-то. Второй момент, оно отвечает нашей идее. Ну что это такое? Рассвет, магия рассвета. Это ведь когда луч идет и потом в конце зажигается огнями. Вот этот наш луч начинается и потом желтым цветом вспыхивает в конце этого луча. Вот такая аллегория. Ну и смотрится это не монотонной белой стеной, а уже получается какая-то динамика, какой-то интерес к этому шкафу. Можно что-то поразглядывать в виде этих книжек. И третье, раз мы разглядываем эти книжки и эту полоску, то наше внимание отвлекается от белой монотонной стены, что автоматически делает этот коридор гораздо интереснее с точки зрения дизайна. Ну и наш взгляд направляется туда направо. Мы поворачиваем направо, хотим туда пойти за счет вот этого желтого пятнышка. И попадаем в гостиную. В гостиной все просто. Вообще в этой квартире все достаточно просто. Все решено с помощью цвета. Весь вкус, весь дизайн это только цвет. И здесь вы видите это картины на стене. Я всегда говорю, что предметы искусства, живопись особенно, всегда украшают интерьер. Ведь по сути в этом интерьере ничего эдакого нет. Просто покрашенные стены, обои под покраску, просто однотонные прямые фасады кухонь, простая мебель. Мебель, кстати говоря, мягкая, из Икеи. Посмотрите сами, все же достаточно просто. Но вкусняшку этому интерьеру задает именно цветовые пятна. Почему такие цветовые пятна? По нашей задумке и идее, когда солнышко встает, и мы наблюдаем рассвет, мы видим всполохи цвета, которые возникают из-за тех лучей, которые солнце проливает на землю. И вот мы увидели зеленое пятно, красное пятно, синее, желтое. Вот оно начинает постепенно освещать тот мир, в котором мы находимся. И здесь это как раз те картины. Вот видите, есть сначала темно, вот есть темные квадратики. Мы пока еще ничего не видим. Потом становится чуть светлее. И потом совсем светло. Вот такая вот у нас идея в этом интерьере. Также мы добавили зелени. С одной стороны она разделила кухонную зону от дивана. С другой стороны добавила цвета и красок в наш интерьер. Ну и зелень это всегда хорошо, то есть это отсылка к природе. Сейчас тренд эко. А эко это не только экологичные материалы, но и сближение с природой. Тем более в нас это заложено. Мы всегда хотим находиться на лоне природы, что называется, быть в окружении деревцов, наблюдать море, ну и так далее, и так далее. Вот поэтому деревья эти здесь есть. Вот стол, который я вам показывал, прижат к стене, но он не совсем к стене прижат. Здесь сделана панель из мебели. Она высокая. И внизу панели есть неглубокие шкафы. Они неглубокие. Зато позволяют хранить много нужной мелочевки. И с другой стороны защищают стену от стола, где может какая-то еда и засаленные пальцы соприкоснуться со стеной. Так вот, это прекрасно защищает стену. Вот так выглядит кухонный гарнитур. Есть высокие шкафы. Одна часть это холодильник. Другая хранение, причем мы сделали ее стеклянной, чтобы было видно красивую посуду. Ну и другие всякие баночки-скляночки, в которых всякие приправки и прочее-прочее. Можно бокалы поставить. Можно бутылки вина поставить. Виски. Сейчас же у нас долгие дни сидения дома. Поэтому нужно делать все максимально красиво, удобно, чтобы ваш дом вас радовал. Вот так выглядит балкон на общем пространстве. Есть барная стойка. Можно за ней сидеть и любоваться видами на город. А с этого этажа он очень красив. Вот так выглядит спальня. Все решено только покраской стен. Текстиль и кея. Но это же не выглядит скучно, правда? Эти цвета, они радуют. Розовый цвет. Это солнышко как будто пролило утренний свет на город, если хотите. Если хотите на некую природу. Но по бокам пока еще все серенькое. Ну, видите, какая прелесть. Ну, и стоит-то недорого. Стоит включить фантазию и сделать ваш интерьер живым. А вот это вот уже детские комнаты. Они более насыщенные и смелые по цвету. Это комната одного мальчика. А второго это тема звездных войн. Ну, просто она ему больше нравится. И мы решили ее здесь использовать. Ну, точно так же с той же идеей всполохов цвета. А вот они появляются оранжевые, синие, яркие. Как будто солнце бросило луч направо-налево. Где-то там, в космосе, где бороздят просторы вселенной имперские крейсеры. А за ними гоняются джедаи. Или наоборот. И говорят, да прибудет с тобой сила, падаван. Че-то отвлекся я. Идем дальше. Вот она та самая гардеробная, которая находится между двумя детскими комнатами. Есть часть, куда мы развешиваем одежду. Есть длительное хранение, которое предусмотрено сверху. Ну, знаете, там чемоданы, лыжи, самокаты. Да мало ли чего. Может быть, одежка, из которой вырос старший сын. И нужно сохранить для младшего. Сейчас такие времена, что надо беречь. А также здесь есть зеркало, куда можно посмотреть. И есть гимнастический турник, на котором можно подтягиваться, можно навешивать что-то еще. Пресс можно качать, между прочим. А сейчас, друзья, очень интересное помещение, которое называется ванная комната. В которой находится раковина, душевая кабина. Но это даже не кабина, это просто часть комнаты, которая отдана под душ. А напротив нее, прямо в этой душевой кабине, находится унитаз. А справа от него шкаф для стиральной машины, кстати говоря. И сушильной сверху. А вот тут сделаю небольшое отступление для тех, кто ставит стиральные машины в шкафы. Чтобы вы закладывали на стиральные машины место побольше. Внутри шкафа. Потому что в этом проекте, честно говоря, мы немножко ошиблись. И сделали глубину недостаточную для того, чтобы туда влезла сушильная машина. А казалось, что для сушильной машины нужно не 65 сантиметров, а 72, даже 73 по глубине. И получается, что шкаф нам пришлось выдвигать вперед. Поэтому обращайте на это внимание. Всегда учитывайте трубки, которые подходят к стиральной машине, к сушильной машине. Всегда учитывайте барабан, который вперед выпирает у стиралки. Это нужно для того, чтобы все аккуратненько влезло внутрь шкафа и ничего вас не раздражало. Так вот, главная фишка в этой комнате заключается в том, что нашей задачей было сэкономить пространство. Как мы его сэкономили? Поставить все то, что мы здесь поставили, в обычном варианте невозможно. Но не влазит просто. Либо душевая будет маленькая, либо неудобно на лантазе сидеть, либо раковиной пользоваться. Поэтому мы приняли такое решение. Мы поставили унитаз прямо в душевую кабину. И вот эта вся конструкция получилась достаточно длинной, чтобы унитаз оказался далеко от самой стойки душевой. Но даже если вода до него долетит, и если даже она попадет на этот самый унитаз, то ничего страшного, он же керамический, а значит воды не боится. Тем более, когда он закрыт крышкой, ну намочится крышка, ну ничего страшного, она тоже пластмассовая. Крышку подняли, а стульчак-то сухой, поэтому можно спокойно присаживаться и заниматься важными делами. Но такое решение и такое расположение сантехники позволяет сэкономить место в малюсенькой ванной комнате и получить все то, что мы хотели получить. Душевую, раковину, большую между прочим достаточно, и унитаз, а также стиральную машину. Поэтому берите на вооружение такое расположение и используйте, если вдруг у вас очень маленькое помещение, а все это хотелось бы разместить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а как у вас, какие вы находите решения и выходы из ситуации «Ванна маленькая, а хочется впихнуть многое». Вот вам один лайфхак. И обратите внимание на цвета, которые здесь использованы, какие яркие и сочные. И в этой комбинации смотрится великолепно и свежо. Следующая ванна тоже не отличается скучностью. Там тоже яркие и насыщенные цвета, но он здесь один. Вот этот вот ярко-желто-горчичный. И мы его поддерживаем вот этими яркими листиками, которые напротив, над ванной. Это, кстати, печать на стекле, а стекло прямо вмонтировано в плитку. Поэтому не стоит переживать, что с этой картинкой что-то произойдет. Ничего с ней не произойдет. Но зато мы добавили яркого пятна в этот интерьер. И теперь сюда заходить не скучно. Посмотрите, какая плитка с какой интересной фактурой, которая напоминает, может быть, лианы. Может быть, высокую траву. Может быть, что-то еще из такого растительного. А на полу использована очень интересная и модная плитка терраццо. Это когда такие крапинки в плиточке. Очень смотрится интересно, оригинально и свежо. В общем, друзья, если вы хотите получить уютный и красивый интерьер, не бойтесь. Смело используйте цвета в нем, краски, смелые дизайнерские решения, начиная с планировки. Ну а я вам в этом с удовольствием помогу. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите новые выпуски. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующего выпуска. Ну и ставьте лайк, конечно же. А также жду ваших комментариев. Делайте свои интерьеры яркие и смелые. А я вам в этом помогу. Кстати, кто хочет, может написать в директ. Я пришлю запись с прошлого марафона, как работать с цветом. Вы это получите абсолютно бесплатно на свою почту, дорогие друзья. Дизайнерских вам эмоций. Дизайнерские вам эмоции. До новых встреч! Продолжение следует...